Мы продолжаем наши эфиры из студии, которую мы между собой называем поп-ап студией на фестивале Live Fest на курорте Роза Хутор. Наш гость Роман Емельянов, генеральный продюсер нового радио. Доброе утро. Добрый вечер, доброе утро, в зависимости от того, где и кто нас смотрит. Роман, вы прибыли сегодня на фестиваль, вы один из продюсеров этого фестиваля. В чем состоит ваша роль здесь? Ну, моя роль состояла, скажем так, и состоит больше в подготовительном этапе, то есть в составлении программы, в общении с артистами, в коммуникации, в какой-то совещательный голос касательно художественно-постановочной части, концепции, названия и так далее и тому подобное. Я также принимал участие наравне со своими коллегами в переговорах с телевизионным каналом. Сейчас уже, на самом деле, на этом этапе моя роль, скорее, уже больше зрительская. Я уже приехал, как зритель, насладиться процессом. Ну, если вдруг моя помощь понадобится каким-то образом, я буду изо всех сил участвовать. Надеюсь, что пригожусь каким-то образом здесь. В 2015 году вы возглавили совершенно новую радиостанцию, если я все правильно помню. Новая радиостанция, которая... Вообще, на самом деле, это не был первый проект, авторы которого подумали, что, наверное, возможно, русское радио, но только более новое. То есть радиостанция с отечественными исполнителями, но чтобы это были какие-то исполнители, которых слушает не только возрастная категория, там, я не знаю, 35+, ну, неважно. Почему именно ваша концепция, ваш формат все-таки заработал? Что в вашей новой музыке есть такого, чего нет в другой новой музыке, которую, я помню, просто эти попытки была... Руэфэм была попытка сделать, и это не первый раз. Но, тем не менее, у вас это вроде бы получилось. Что вы нашли такого, что люди реально слушают? На самом деле, мы ничего особенного не придумывали. Просто идея правильная. И у Руэфэм идея была правильная. Вопрос всегда, как ты это делаешь, как ты это воплощаешь, какая команда у тебя собирается, насколько это люди профессиональные, насколько они подвержены или не подвержены каких-то чисто своим вкусовым историкам, или они делают профессиональный продукт, насколько они ориентируются на маркетинг, или на... Я вот одним местом чувствую, что вот эта песня клевая, и она должна зайти. Насколько они заинтересованы в том, чтобы продвинуть своих каких-то родных и близких, или все-таки выдвинуть вперед то, что реально нравится аудитории. Тут вопрос именно воплощения. Мне кажется, идея этого формата действительно лежала на поверхности. Эта ниша была абсолютно свободна. Мы просто пришли, ее и взяли, и продолжаем брать. Мы продолжаем работать не так уж просто в 2015 году, там, в 2016-2017 запускать новые медиаформаты, тем более, там, на просторах FM-диапазона. Понятное дело, что достаточно плотненько дом населен, и бренды серьезные есть, и в нашем же холдинге, опять-таки, есть серьезные бренды. Но мы, в принципе, смотрим в будущее. Вот как и Алена Михайловна мне так давно здесь говорила, да, неоднократно слово «завтра» звучало. И мы понимаем уже, что жить исключительно в форматах FM-диапазона, и загонять себя в рамки радио в том понимании, в каком все, вот, ламповый приемник от Советского информбюро и так далее, это значит, ну, просто сразу рубить свое будущее на корню. Нужно думать и мыслить гораздо шире. Нужно развиваться в диджитал, в онлайне. То есть мы даже не так часто называем новое радио, радио, радиостанции. Мы считаем, что это некий медиапроект, медиапродукт, который живет сразу на многих площадках. У нас есть и очень сильно развивается, и растет аудитория нашего интернет-сайта, потому что у нас 24-7 с недавнего времени идет видеотрансляция того, что происходит в эфире. Мы снимаем живые концерты, мы делаем свой собственный контент. Вообще сегодня, если ты хочешь делать какой-то медиапродукт, будь то там фестиваль, радиостанция, телеканал, уже мало быть просто передатчиком чьего-то контента чужого. Ты должен производить что-то сам. Если ты сам ничего не производишь, то, скорее всего, ну, у тебя нифига не выйдет. Ну, все прогнозы говорят о том, что вообще FM-вещание, ну, оно доживает свои последние, если не дни, то годы. Вот я с 97-го года работаю на радио, или с 96-го, и с первого дня говорят, в скорых она. Вот скоро все закончится. И тем не менее, ваш прогноз, вообще вот эта форма приемника с 10-ю кнопками, с 6-ю кнопками в машине. Форма приемника может поменяться в любой момент. Если бы еще, я говорю, лет 10-11 назад нам сказали, что мы будем по экрану телефона пальчиком водить и смотреть движущиеся картинки, мы бы тоже подумали, что, ну, человек ку-ку. Форма может поменяться, но на самом деле пока есть автомобили, пока есть, ну, вот, автобусы, троллейбусы, пока есть огромная глубинка, где хорошо интернет не ловит до сих пор. Пока есть необходимость людей в том, чтобы было некое экспертное мнение для того, чтобы составить плейлист сегодняшнего дня, познакомиться с какими-то музыкальными новинками и так далее. Радио будет жить, оно будет трансформироваться, оно будет полностью переедет в интернет. Это будет Connecting Car или Алиса, Олеса, неважно как, то есть, но уйти от этой формы общения аудио, я думаю, не удастся никогда. И в том числе фигура, ну, назовем это диджеем или ведущим, или какой-то голоса, который все это сопровождает, она трансформируется? Ну, так или иначе, да, стриминг, он холодный, стриминг, он никогда не заменит общение. Во-первых, это просто поток музыки, он без характера, он без межпрограммки, он без новостей, он без конкретного обращения к тебе. Он не живой, он холодный, а сегодня, на мой взгляд, как раз очень не хватает людям теплоты и непосредственного контакта с ними. Мир и так очень холодный, очень отдаленный, эти гаджеты, они вместо того, чтобы нас сближать, они нас все дальше и дальше отталкивают друг от друга. И мне кажется, что вот этот тренд сменит другой антитренд на сегодняшний момент, рано или поздно, когда люди начнут возвращаться к какому-то простому нормальному общению. Как ни странно, начнут читать не электронные, а обычные книги, читать бумажную газету станет привилегией. Я вот в одном из интервью об этом говорил, что умный дом будет доступен каждому уже по умолчанию изначально, а глупый дом будет стоить очень дорого, так, чтобы там не было камер, говорящего холодильника, самоподжаривающиеся яичницы и так далее, и так далее, и так далее. Я думаю, что так или иначе, ну, здравые люди и люди обеспеченные, и люди интеллектуальные, образованные, рано или поздно к этому обернутся. Есть большая разница все-таки между музыкой, которая приходит из интернета, из социальных сетей, и музыкой, которая в итоге попадает на радио. Мы сейчас говорим об этом фестивале, LifeFest, как о фестивале новых молодых артистов. Есть такой стереотип, что большинство из них, это некто, кого нашли или кто сам пробился на просторах социальных сетей и так далее. Мы с этим часто сталкиваемся. Когда мы говорим о радио, все-таки для радиоэфира не каждая песня, которую ты находишь, и которая даже набирает эти миллионы прослушиваний ВКонтакте, не каждая песня подойдет. Все-таки есть некое течение эфира, некие стандарты, которые у FM вещания есть. Как вы в этой ситуации себя ведете? С одной стороны, есть то, что вроде бы нравится вашей аудитории, но с другой стороны, есть многолетняя практика, как и должно это звучать в эфире. Ну, смотрите, во-первых, миллионы просмотров – это не есть знак качества. Если ты посмотрел, это не значит, что тебе понравилось. Более того, сегодня мы даже не обладаем стопроцентной информацией, насколько лайки соответствуют действительности очень часто. Вообще нам казалось, что интернет откроет нам огромные информационные возможности, мы будем знать все больше и больше правды. И больше и больше… Оказалось, наоборот. Оказалось, наоборот, нам парят мозги. iTunes весь продается, YouTube весь продается, лайки накручиваются, просмотры накручиваются. И более того, то есть, ориентируясь исключительно на эти данные, составить мнение о том, хороша песня лет, невозможно. Тут, напомню, еще приходит и маркетинг, и приходится читать комментарии в социальных сообществах, для того, чтобы понять, насколько людям действительно… Вот каждый комментарий считает, что нравится эта песня или не нравится. Разумеется, существует формат, разумеется, существует определенное звучание. Проводится маркетинговое исследование среди конкретной аудитории радиостанции. Потому что интернет, он же как бы замахивается на всех. То есть, да, вот интернет – это для всех. Ну да. А радио, ну, вот каждая конкретная радиостанция отдельная, она не для всех. Она как раз либо больше для мальчиков, либо больше для девочек, либо для молодых, либо для пожилых, либо для продвинутых, либо для не очень. Что же касается вот самопродвижения в интернете, вот то, о чем мы говорили вот до этого, вот сколько жить FM-у там, радио умирает. Мы же видим, что происходит с теми же самыми «Шазам» и «Айтюнсами», когда песня попадает, допустим, на «Европу плюс» или на новое радио. То есть, есть обратные и обратные. Ну, песня, да, песня попадает там. Причем это происходит, как правило, как раз с теми людьми, которые говорят, да, у нас интернет, нам ваше радио не нужно. Фигак, и там, пятая в «Шазаме». А сняли с эфира, и в сотне нет. Вот вопрос, что тут больше работает, и что… Мне кажется, что просто понятное дело, интернет развивается. Понятное дело, диджитал будет расти и расти, и расти. И если радио раньше было там с телевидением наравне до определенного момента чуть не единственным источником, откуда мы черпали информацию о каком-то музыкальном контенте, составляли какой-то наш вкус, теперь радио – это один из источников. Вот и все. И слава богу, потому что интернет, вот я интернет врагом медиа не считаю, я считаю, что это еще один способ донести свой контент до аудитории. Чем больше будет таких способов, тем, на самом деле, круче. И это портал, который работает в обе стороны, потому что, на самом деле, тут и музыкантам приходится серьезно напрягаться. Потому что, да, если раньше было несколько радиостанций, и они были рупором, так и музыкантов было не так много. Теперь их треналиард, и ты в любой момент можешь выбрать контент, который тебе нравится. И он так быстро начал сменять друг друга, что герои там вчерашнего дня, мы уже не помним их имена, хотя год назад они собирали полные стадионы. Где Рома Жолудь, вот расскажите мне. Где Рома Жолудь, который просто вот буквально 2-3 года назад. Герои вот так вот меняются, листают, и очень немногие из них, оказывается, могут подтвердить свой статус реального артиста. А для этого нужно выдавать контент постоянно, регулярно, там, раз в месяц, раз в полгода. Сегодня публика жадная, она вот требует, требует нового, 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 нового. А чаще всего вот эти вот герои, которые нам радио не нужны, и все, они после первой песни куда-то деваются. Вот как раз на фестивале LifeFest собраны люди, вот герои сегодняшнего дня, вот прямо на острие, вот прямо на афише, особенно касающиеся хип-хопа. Кто из них звучит на вашей радиостанции? Из Тифест звучит, Элджи звучит, нету у нас в афише Оксимирона, но Оксимирон у нас на новом радио играет. Более того, мы сейчас запустили же, мы пока тихо это запустили, мы запустили первую в России рэп-радиостанцию. Она вещает пока в городе Тольятти, мы вот вышли буквально на FM, да. Сейчас подключится еще пять городов, развивается сайт, появится кнопка в интернете, тоже будет в основном диджитал проект, он не ориентирован на FM, просто мы когда создали этот плейлист, потому что там в основе лежит не радио и не аудиопоток, там в основе это как раз сайт, это такой медиапроект, в котором там блоги, новости, информация, видеообзоры, концерты, и плюс еще аудиопоток мы сделали. Когда мы его просто послушали, нам показалось, что это так свежо и этого нет, что мы решили это выпустить в FM и посмотреть, чего из этого получится. А там они будут звучать все, кто участвует в этом. Последняя тема, вот у вас есть премия нового радио, и вообще, мне кажется, один из главных вопросов для российской музыкальной индустрии, для вообще жизни музыкальной, это то, что в России до сих пор нет, и я не знаю, насколько он возможен, в принципе, такая вещь, как просто индикатор популярности, потому что вот вы уже упомянули, что большие вопросы, как выяснилось, к чартам iTunes, большие вопросы к YouTube, а еще недавно оказалось, что вот оно, зерно, вот она истина, вот где, потому что мы не можем никаким другим способом понять, кто, насколько популярен. Оказывается, и это не отгадка. Вы как считаете, появится? Ну, я понимаю, что премия нового радио – это ваше имиджевое событие, это некая вещь, которую вы делаете как часть вот той большой концепции, о которой мы говорим. Но возникнет ли что-то вроде хит-парада там, билборда, который, кстати, если я не ошибаюсь, впервые был опубликован именно вот 4 января 1936 году. Я прекрасно вспомню этот день, конечно. Конечно, выстал и утром. Вот что-то подобное возможно у нас, или что-то подобное британскому чарту, за который все держатся и на который все ориентируются, или пока сложно? Пока сложно, пока индустрия очень разрознена, пока лоббизм и подковерные игры значат намного больше, чем реальная артистическая деятельность. Пока происходит то, что происходит, это очень сложно. Вот мы как раз, собственно говоря, мои коллеги по этому фестивалю, Алену Михайлову, Макс Волков, все друзья, которые работают над этим проектом, мои коллеги по медиа, мы, в общем-то, я считаю, бьемся на стороне света, стороне добра и стараемся приложить все усилия для того, чтобы индустрия жила. Потому что на самом деле никакого, очень часто пытаются противопоставить артиста, допустим, и медиа. Иногда это делают сами медиа, иногда это делают сами артисты, иногда это происходит как-то со самим собой. На самом деле нету более заинтересованной стороны, чтобы у артиста все было зашибись, чем медиа. Мы хотим, чтобы были новые молодые артисты, чтобы у них были, ну если ты нормальный медиа, если ты бизнесом занимаешься, чтобы у них были клевые песни, чтобы они ездили, получали баснословные гонорары, чтобы они купались в лучах славы, и отблески эти славы падали немножко на нас. Мы, в свою очередь, соответственно, готовы в этом помогать. И наша помощь артистам тоже очень нужна. Если это будет грамотное, хорошее, правильное медиа, это всего лишь еще один способ донести до аудитории контент и отказываться от него совершенно глупо и совершенно бессмысленно. Вопрос другой, что, конечно, у нас действительно очень много артистов, которые занимаются не музыкой, а, скажем так, такой музыкальной политикой, в большей степени пробивая себе места на центральные телевизионные эфиры, отнюдь не талантом и творчеством, а какими-то другими местами. Ну, собственно говоря, значит, телевидение будет отмирать. Тут просто выживет правда. Но просто, к великому сожалению, все это плохо влияет на индустрию в целом. Потому что, когда нормальный, обычный человек, которого, допустим, ничего, там, в его деревне, кроме телека, нету, интернет фиговый, он включает телевизор и видит то, что он видит, он не думает о том, что, типа, вот этот канал плохой, он показывает это, я поищу другой канал. Он думает, что, ну, вообще, все телевидение превратилось в один этот отстой. Еще следующая мысль, да вообще вся музыка вот такая вот, вообще не буду ее слушать, там, и так далее, и так далее, и так далее. На мой взгляд, конечно, было бы круто, если бы все занимались творчеством и бизнесом. То есть, если бы на чаше весов каждого музыканта, каждого медиа, 50 на 50 было бы вот это творчество и бизнес. И тогда бы все были бы заинтересованы в том, чтобы эта индустрия реально работала. Тогда могла бы появиться и премия нормальная такая, общая, национальная. Не то, что сейчас есть. Конечно, присыщение этими чартами премии, как грибы растут. И просто, я сам вот академик этой премии, российской музыкальной премии. Я отказался, я вышел из академии. Но странно, что все равно в итоге, как говорится, те же люди, да. Но причина в том, что, чтобы ты был номинирован, ты сам должен, или твой продюсер должен подать. Но есть люди, которым в голову не придет подавать нам какую-то... Это должен быть другой метод какой-то, не знаю. Ну, это во-первых. Во-вторых, я опять-таки, конечно, очень сильно извиняюсь, но я вышел из этой академии. Причем, что я с огромным уважением отношусь к тем людям, которые эту премию делают. Большие профессионалы, хорошие ребята там и так далее, и так далее, и так далее. Ну, посмотрев список академиков, я понял, что, собственно говоря, я не готов с этими людьми делить решение, так или иначе. Вот когда мы говорим о премии нового радио, я отвечаю за результат. Я отвечаю за результат. Я знаю, как я это готовлю, как я проверяю те или иные песни, их рейтинг популярности, и свои системы, и так далее, и так далее, и так далее. И мы вкладываемся в это шоу, мы делаем красивый, офигенный продукт, мы собираем полный зал, мы работаем, артисты приходят, им тоже кайфово, потому что артист не должен выступать в хреновой премии. Он просто не должен туда идти, потому что, во-первых, он себя тиражирует, во-вторых, он выступает в фиговой компании, на фиговой сцене, в полупустом зале. Зачем ему это надо? Он должен идти туда, где дорого. Ответ телевидения, то есть для всех номер один, это какая-то телетрансляция. Вы знаете, я недавно был на одной премии, одного, или это был какой-то новогодний концерт, одного телевизионного канала, я не буду даже, ну не буду рассказывать, потому что коллеги, там, бог с ними, как бы они хотят. Я не понимаю, почему они там не сняли, допустим, в том же там Крокусе, или там, в Кремле, там, да, съемка же главная, это же для телевидения, типа Новый год и так далее, они взяли Олимпийский. И вот продали они в Олимпийский 200 билетов, как бы, и еще 300 человек туда нагнали, и что мы имеем? Мы имеем плейлист, потому что это же телевидение, никто же не отказался, все пришли, все 70 артистов, вот вся премия нового радио, плюс еще 70 человек, как бы, и они все пришли, потому что, а как, меня не поставят на телек, я должен еще есть где-то, потому что все говорят, нет, нам телек не нужен, радио не нужен, но все идут, вот, и вот они все пришли, и что мы получаем? Мы получаем почему-то пустой зал, людей, которые 300 билетов купили, они увидели то, что увидели, и уже вряд ли когда-то куда-то пойдут, мы видим растиражированную афишу каждый день, одни и те же артисты выступают под разными брендами, потом мы видим одинаковые, абсолютно, потом артист себя как должен чувствовать, он выходит там 200 человек, там была такая сцена, одну артистку выпустили вдоль всего Олимпийского, на краю сцены, ну, такая режиссерская задумка, что она на том краю сцены, и она вышла, а там зрителей нет ни одного, потому что он сгудился, 200 человек посередине, как бы, его там физически нет, и вот они перебегали туда потом, а она уже здесь, то есть это было очень смешно, конечно, и смешно, и грустно одновременно, потому что, но этого не должно происходить, люди должны вкладываться в контент и вкладываться в продукт, и у артистов должен быть характер, в чем-то ты участвуешь, в чем-то не участвуешь, потому что у них же тоже, как бы, эта история, почему национальную премию там всегда очень сложно, там все время выходит, как бы, там, Филипп Киркоров получать, там, за кого-нибудь, там, за группу «Грибы» или еще кого-то, потому что артисту, а я получу, тогда я приду на премию, а я не получу, тогда я не приду на премию, лучше вот ты принципиальность проявил, не пришел бы туда, где фигово, где плохо, а шел бы туда, где люди вкладываются в контент, где ты участвуешь в красивом, дорогом мероприятии, и это повышает статус тебя, твоей песни, музыки в целом, и так далее, и так далее, и так далее. А каждый день бесплатные концерты в торговых центрах идут эти. Просто я не понимаю, как артисты в Москве вообще еще продают билеты на свои концерты, потому что можно каждый день пойти, и в каком-нибудь, там, я не знаю, в торговом центре на Малой Басманной посмотреть, там, выступления звезды первой величины. У меня последний вопрос связан как раз с героиней премии «Нового радио» с Ольгой Бузовой. И огромное количество людей задаются вопросом, в чем ее феномен? Ну, я его объясняю себе как раз тем, что она вообще попала, пришла в музыкальную историю из соседних каких-то сфер, из социальных сетей, из Инстаграма, из Дома-2, и она как раз, ну, мне представляется, потому что к ее музыке можно относиться по-разному, но она как раз мне представляется достаточно искренним персонажем. То есть вот она, то, что она делает, это может нравиться или нет, но она это делает достаточно искренне. Она у вас была, блеснула. Как вы это объясняете? И вы же крутите ее песню? Нет, ее песню, первую попытку мы совершили, потому что мы с ней пообщались после премии, она же у нас премия не пела. Она была просто. Она ведущей была. И у нас было построено как раз, что мы ее пригласили в ведущую под обещание, что она не будет петь. Но потом мы с ней пообщались, и я говорю, вот хочешь, давай попробуем. Давай попробуем одну песню поставить, и по-серьезному прогоним ее по родиному пути, то есть по-честному. Потому что как же? Дело в том, что Оля Бузова сейчас человек, который хайпанул, и ее все юзают. Мои коллеги из других реостанций говорят, мы твою песню поставим, где-нибудь один раз ночью ее поставим, чтобы она пришла к ним на премию каким-то образом. И всех развеселила. Да, и развеселила. И она прям очень грустит на эту тему, потому что она такая непосредственная действительно девочка, и она обижена, говорит, вот все обещают поставить, не поставить. Я говорю, окей, вот давай, я не как все, я тебе пообещаю и поставлю. Но мы прогоним, вот по-серьезному, вот мы ее поставим, она отзвучит 100 раз, и мы прогоним через весь маркетинг и получим ответ. Должна ты звучать на этой радиостанции или не должна звучать? Вот, собственно говоря, мы сейчас скоро этот ответ узнаем. Что касается музыкального контента, ну, понятное дело, что у Оля Бузова не выдающаяся вокалистка. Это очевидно совершенно. И я думаю, что она это прекрасно понимает, возможно, даже лучше, чем мы все вместе взяты. Но то, что песни-то на самом деле и то, как они сделаны, и сведены, и продакшн, и по своему содержанию. Ну, не хуже многих тех, кто давно этим занимает. Ну, грубо говоря, на самом деле, многие из этих композиций, там я вот с интересом там слежу за тем, как развивается там творчество, допустим, то есть Лена Темникова, и там Лена Темникова прекрасно могла бы исполнить, и это было бы в ее абсолютно стиле, просто чуть-чуть поворот право-влево. Понятное дело, что просто 50% страны Оля Бузова ненавидит, но, как показывает практика, следят за ней еще внимательнее, чем другие 50%, которые относятся к ней с симпатией или терпимой. Это как у Говарда Стерна в свое время. 50% его обожают и слушают. Почему? Интересно, что он скажет дальше. А 50% ненавидит, но слушает по 3-4 часа в день. Вот то есть кричит. Да, почему? Интересно, что он скажет дальше. Вот то же самое. Интересно, что она еще выкинет. Как это долго будет продолжаться, я думаю, она тоже думает, что бесконечно это не может. Поэтому она спешит. Она за все сразу. Реклама, песни, танцы, пластырь на попу. Вот чего можно. И у нее столько энергии. И все это, по-моему, без каких-то особых антидепрессантов. Поэтому еще и это вызывает огромное уважение. Давайте пожелаем всей нашей дорогой аудитории такого же количества энергии в 2018 году. Не знаю, может, есть какие-то еще специальные пожелания? Ну, если вы в Сочи приходите к нам на фестиваль, очень хочется, чтобы на самом деле эта история зашла. Мои коллеги, с которыми я этот фестиваль имею честь делать, они уверены, что это потрясающе еще, кроме всего прочего, и бизнес-идея, которая всех озолотит рано или поздно. Я своим коллегам доверяю. Но для меня в большей степени это некий такой творческий выплеск, потому что нельзя быть скучным. Все время нужно делать что-то новое. Нужно чего-то... Вот такой афиши вы нифига нигде не встретили. Это правда. Вы вот те концерты, которые мы обсуждали, которые один за другим каждый день по телеку там или везде, вот нигде такого состава, такой подборки, который вот с любовью вот этот вот замес приготовила вот эта команда, это нигде не встретили. Может быть, даже кого-то это пугает, что вот так вот этого не может быть. Но это клево, это круто, это, по крайней мере, запомнится. Поэтому приходите, а мы будем стараться дальше удивлять вас. Роман Емельянов, Новое радио, LifeFest. Спасибо и скоро увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова